Если ты хочешь научиться делать выход силы на две, то перестань делать выход силы на одну руку. Пожалуйста. Очень часто, когда я прихожу на площадку, я вижу там людей, которые пытаются научиться делать выход силы или выход на две руки. И при этом зачастую единственное, что они для этого делают, это выходы на одну руку. В этом ролике я объясню, почему это не только травмоопасно для плечевого сустава, но и в принципе бесполезно для тех, кто хочет научиться делать выход силы. Начнем с первого пункта, с травмоопасности. Когда вы делаете выход на одну руку и ставите одну руку во флажок, ваш плечевой сустав оказывается в крайне неестественном положении. Причем это положение также еще и неустойчиво, потому что фактически, если что-то вдруг пойдет не так, вы весом всего своего тела повиснете на своем плечевом суставе, который находится в неестественном положении. Кратчайшего пути к получению травмы, при том, что плечевой сустав является одним из самых подвижных в нашем организме, просто не придумаешь. Просто посмотрите, как это выглядит с точки зрения именно анатомии, как это выглядит с точки зрения биомеханики, и вы увидите, что каждый раз, когда вы делаете выход на одну руку, вы подвергаете себя травмам. А, собственно говоря, зачем? Зачем вы это делаете? Ведь хотя многие думают, что выход на одну руку является подводящим упражнением к выходу на две, таковым оно не является. Посудите сами. Когда вы делаете выход на две, вы сначала делаете резкий рывок, и чем у вас больше силы, чем больше у вас взрывной силы, тем, соответственно, выше вы можете подлететь, и затем провернуть руки, провернуть кисти. Ключевой момент в выходе силы. Если вы не можете провернуть обе кисти, а можете провернуть только одну из них, это значит, что у вас пока недостаточно взрывной силы. Вы не можете дать себе вот этот вот стартовый импульс, стартовый рывок, чтобы подняться достаточно высоко, чтобы получить возможность провернуть кисти, и, соответственно, перейти в положение упора на перекладине. Подумайте сами. Вы застреваете в моменте проворота кистей, и можете провернуть только одну кисть, а не две сразу, именно из-за того, что вам не хватает силы рывка, вам не хватает импульса, который вы создаете с помощью этого самого рывка, для того, чтобы огостаться достаточно высоко наверху. При этом от того, что вы затем добиваете выход, и доделаете его до конца, вы абсолютно ничего не тренируете. Я уверен, что ни у кого не возникает сложности с тем, чтобы отжаться от перекладины, особенно если вы уже себя на нее закинули, и можете даже на нее лечь, и после этого отжаться. Это элементарное движение. И выполнять его нет, ну, абсолютно никакого смысла. Вместо этого стоит сфокусироваться на том, чтобы делать упражнения, которые увеличивают высоту вашего рывка. А лучше, чем взрывные подтягивания, для этого ничего не придумаешь. Взрывные подтягивания для выходов очень сильно отличаются от обычных подтягиваний. И даже от обычных подтягиваний, выполняемых в очень быстром темпе. Когда вы делаете взрывные подтягивания для выходов, то сама траектория движения должна повторять выход силы. То есть вы должны стараться держать локти как можно ближе к телу и тянуть турник перед собой. То есть если в подтягиваниях вы стараетесь себя подтянуть к перекладине и сводите лопатки, то на выходах вы стараетесь турник опустить перед собой, стараясь прижать при этом локти к телу. И чем выше вы научитесь подтягиваться, тем легче вам будет сделать выход силы в дальнейшем. Поэтому в своих тренировках акцент нужно делать именно на это упражнение, а не на выход на одну руку. Скажу честно, я решил записать это видео, потому что в очередной раз пришел на площадку, увидел там ребят, которые тренировали выход силы, у них не особо это получалось делать. И они практически все, что делали, это был выход через одну. И они думают, что чем больше они будут вот так вот забрасывать одну руку, потом на другую обязательно. И это, кстати, я в обучалках у некоторых на ютубе тоже встречал, что надо обязательно, если на одну руку потренировал, то и на другую. А смысл в том, что этого вообще не нужно делать. Это бесполезное упражнение. Это пустая трата времени. И, к сожалению, не только в воркауте, но и в фитнес-индустрии все еще, несмотря на то, что у нас на дворе 22-й год, все еще бесконечное количество мифов, бесконечное количество заблуждений, и со всем этим нужно бороться. Одна из причин, почему большинство людей не получают результаты, когда они начинают тренироваться, когда они следуют рекомендациям, заключается не в том, что они сами в чем-то виноваты, что они какие-то плохие. Нет, причина заключается в том, что рекомендации сами крайне низкого качества. Если человек приходит в школу, начинает учить решения квадратичных уравнений, и у него это не получается сделать, проблема не в человеке. Проблема в школе, проблема в институте образования, который этого человека подвел. И вот этот самый институт и нужно реформировать. И с этой целью, собственно, мы уже начали собирать на сайте Boosty спонсорскую поддержку для развития этого канала, потому что помимо того, что мы снимаем собственные ролики, помимо того, что мы делаем разборы всей той ерунды, которую мы встречаем на просторах интернета, хочется двигаться дальше, хочется двигаться к какой-то большей картине. И для себя я вижу эту картину в качестве создания независимого научно-исследовательского института в сфере физической активности и здорового образа жизни. Чтобы у нас была возможность сделать свои исследования, проводить свои эксперименты, делать собственные научные работы, публиковать их, привлекать внимание и СМИ, и общественности, и государственных структур в том числе для реформирования того, как происходит процесс образования в школах. Потому что если мы сейчас придем на урок физкультуры и посмотрим, что там дают детям, это просто ерунда. Ровно с тем же успехом можно было вообще им ничего не преподавать, просто каждый раз давать им мячик, чтобы они играли там в футбол, волейбол, во что хотят. Просто чтобы двигались между уроками, чтобы была физическая активность. Потому что на том уровне, на котором сейчас идет физическая культура, воспитание физической культуры в школах, в нем нет никакого смысла. Просто вообще никакого. В лучшем случае оно не калечит детей. Это в лучшем случае. Но толку совершенно никого нет. И с этим надо бороться. Надо исправлять эту ситуацию. Вот такие дела на сегодня. Кстати, зацените. Классная белая футболочка. Из лимитированной серии сегодня с красным логотипом. Их сделали меньше, чем обычных. Но мне оно очень нравится. Так что, если хотите, еще все размеры есть в наличии. Можно заказать у нашего спонсора в магазине workoutshop.ru. Вся прибыль от продажи этих футболок идет также на развитие этого канала. Мы, наверное, вообще все, что сейчас делаем, делаем на развитие канала и развитие информационной составляющей. Потому что знания – это не товар. Они должны распространяться свободно и бесплатно. И быть при этом качественным. Вот такие дела. С вами был Антон, канал Street Workout. И увидимся в следующий раз. Пока.